Изменения в различные городские программы, реформирование коммунальных СМИ, утверждение регламента деятельности Горсовета и условий продажи Дворца спорта. В повестку дня пятой сессии внесли около 50 вопросов, касающихся разных сфер жизнедеятельности областного центра. Первым рассматривали создание временной комиссии по контролю за питанием в школах и детских садах. Пятая сессия Горсовета начинается с выполнения обещаний. Городской голова сообщает о выделении около 3 миллионов гривен на приобретение квартир призером олимпийских и параолимпийских игр. И вручает банковские карточки с перечисленными средствами Марии Ремень и Алексею Пашкову. Во время депутатских заявлений заслушивают очередное обращение родителей по поводу поставок продуктов и организации питания в учебных заведениях города. А во время перерыва ненадолго появляется плакат с требованием разобраться в этих схемах. Не может быть так, что чиновники не несут ответственность. Они должны нести в любом случае политическую ответственность. Я допускаю, что Пуставаров может быть непричастен к этим воровским схемам. То есть там виноват один Кузьменко. Допускаю. Но Пуставаров был профильным замом. Он должен понести политическую ответственность. Каждый чиновник должен понимать. Проворовались, украли. А тут, в действительности, вы сами в курсе о право отравлении детей. Санэпидемстанция закрыла две группы в детском садике. В прокуратуре утверждают, что некачественное питание в детских садах и школах появилось при попустительстве городской власти. А в мэрии обвиняют прокуратуру за ангажированности. Для изучения ситуации решают создать временную депутатскую комиссию. Для того, чтобы уникнуть манипуляции, нашу комиссию запропоновано, чтобы от каждой фракции было по одному члену комиссии, 7 членов комиссии. Чтобы не было так, чтобы одни фракции были четыре, например, члена комиссии, а другая – один. Чтобы она могла нормально работать. Свои выводы и рекомендации временная контрольная комиссия обязана представить на рассмотрение сессии в двухмесячный срок. Депутаты Горсовета рассмотрели еще ряд важных вопросов. О некоторых решениях сессии смотрите в следующих выпусках «Алексинформ». «Алексинформ».